Вопрос. Верно ли, что молитва уже была обязательна до ночи, когда Аллах перенес пророка в мечеть Иерусалима? Совершал ли пророк молитву так же, как мы совершаем ее сейчас? Такое же количество циклов раката. Когда молитва стала обязательной по времени и в той же форме, в которой мы совершаем ее сейчас? Ответ. Я ответил, он обязал совершать пятьдесят молитв. Муса сказал, возвращайся к Господу своему и попроси облегчения. И я возвращался к Всевышнему Аллаху и снова к Мусе, мир ему, пока Всевышний Господь не сказал, о Мухаммад, ежедневно пять обязательных молитв и каждая из них равна десяти. Таковы пятьдесят молитв. Ученый высказывает единодушное мнение о том, что пятикратная молитва стала обязательной только в эту ночь. Ибн Кассир, да помилует его Аллах, сказал, когда за полтора года до переселения Хиджри произошло ночное перенесение, посланнику Аллаха было вменено в обязанность пятикратная молитва. Условия ее выполнения, столпы ее и то, что связано с ней, было разъяснено постепенно. После пророка, да благословит его Аллах и приветствует, за разъяснением времен молитв пришел Джибри, мир ему. Ибн Хишаб передал, что в один из дней Умар ибн Абдул-Лязиз отложил молитву. К нему пришел Урува ибн Аз-Зубейр и сообщил, что Аль-Мухира ибн Ашуаба, будучи в Куфи, также однажды отложил молитву. И тогда Абу-Масуд Аль-Ансари сказал ему, что это, Мухира, разве тебе не известно, что Джибриль не зашел и совершил молитву, а после совершил ее посланник Аллаха? Джибриль совершил молитву и ее совершил посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. А после Джибриль совершил молитву и ее совершил посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. А после Джибриль совершил молитву и ее совершил посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. А после пророк сказал, так мне было велено. Услышав это, Омар сказал Уруве, посмотри на свои слова Урува. Или Джибриль, мир ему, действительно установил посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует времена молитв. Урува ответил, да, это Баша Ибн Абим Асуд передал от своего отца. Аль-Бухари под номером 522, Муслим под номером 611. Джабир Ибн Абдуллах да будет доволен Аллах имя и его отцом сказал, Джибриль, мир ему, пришел к посланнику Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, когда солнце преодолело полуденный рубеж. И сказал ему, Мухаммад, вставай и соверши полуденную молитву Аллахар, когда солнце будет отклоняться к закату после полуденного рубежа. После он подождал, пока длина тени человека не стала равна его росту, пришел к нему и сказал, Мухаммад, встань и соверши предзакатную молитву Асар. Он подождал, пока солнце не закатилось, а после сказал, встань и соверши закатную молитву Махар. Он встал и совершил молитву после заката солнца. Джибрииль подождал, пока не пропала вечерняя золя. Апостол, придя к пророку, сказал, встань и соверши ночную молитву еще. Посланник Аллаха встал и совершил молитву. Джибрииль сказал, время молитвы между каждыми двумя рубежами. Аль-Насаи под номером 526, Аль-Альбани, Сахих Аль-Насаи, сказал, что хадис достоверный. Абдуразах в своем труде, Аль-Мусаннаф под номером 1773, Ибн-Истак в своем труде Ас-Сира, а также в Фадх-Аль-Дари, том 2, страница 285, сказали, что это произошло днем после той ночи, когда молитва стала обязательной. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал, нет разногласий по поводу того, что Джибрииль, мир ему, снизошел к нему в первую половину дня после ночи перенесения, ближе к полудню. Он обучил пророка, да благословит его Аллах и приветствует молитве и ее времени. Шейх Ибн-Таймия, да помилует его Аллах, сказал, Джибрииль разъяснил времена молитв днем того дня, когда произошла ночь перенесения. Сутки по мусульманскому календарю начинаются после заката солнца. В начале ежедневные обязательные молитвы были по 2 раката. После переселения молитвы в такой форме стали совершаться только в пути. А в остальное время, не в пути, каждая из молитв была добавлена по 2 раката. И только закатная молитва Магриб осталась неизменной. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, молитва была вменена в обязанность по 2 раката. И после того, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, переселился, была вменена в обязанность молитвы по 4 раката. А молитва путника осталась такой же, как и в начале, то есть по 2 раката. Аль-Бухари под номером 3935 и Муслим под номером 685. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует его, сподвижники совершали молитву до того, как обязательной стала пятикратная молитва. В энциклопедии по фикху сказано, основа обязанности молитвы уже была вменена в период становления ислама. Так как уже в начале пророческой миссии были неспосланы мекканские аяды, побуждающие совершать молитву. Что же касается пятикратной молитвы, подобной той, что совершается сейчас, то она стала обязательной в ночь перенесения. Некоторые ученые утверждают, что в начале стали обязательной 2 раката молитвы утром и 2 раката вечером. Ибн Хаджер в Фафф сказал, группа ученых считала, что до ночного перенесения не было обязательной молитвы, кроме неопределенной по времени и периодичности ночной молитвы. Аль-Харби считал, что были обязательны 2 раката ранним утром и 2 раката вечером. Аш-Шафи передал от некоторых ученых мнение, что в начале ночная молитва была обязательна, но после это положение было отменено аятом. Читайте же из Корана то, что не обременительно для вас. И обязательным стало выстаивание в молитве часть ночи, а после это положение было отменено 5-кратной обязательной молитвой. Он, да помилует его Аллах, также сказал, несомненно, что пророк да благословит его Аллах и приветствует совершал молитву до ночного перенесения. И ее совершали сподвижники. Разногласия существуют лишь в вопросе, была ли обязательной молитва до того, как была вменена в обязанность молитва, 5-кратная или нет. Некоторые сказали, что в начале обязательной была молитва до восхода солнца и до заката. Доказательством этому слова Всевышнего Аллаха. Прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом. Сура Толха, 130 аят. А Аллаху ведомо лучше.